я продолжаю практиковать свои так сказать беседы с богом ну как бы имею ввиду под словом бог всеобщее сознание как сумма всех сознания или как ну в том числе вас сумма групповых разумов у каждого сообщества свой групповый разум есть и все они как-то взаимодействуют но и все не эти групповые разумы сообществ вместе составляют такой гигантский групповый разум как всеобщее сознание и так как я чувствую если у меня если мне подает сигналы какой-то мой орган скажем мизинец то так так же предполагаю что вот это всеобщее сознание но конечно же чувствует если я к нему обращаюсь и я с ним взаимодействую или ну а мне проще и сми удобнее описывать обозначать это всеобщее сознание словом бог и видимо какие-то умные люди вдумались до этого раньше не да и вот я вчера очередной раз решил поговорить с богом монолог свой устроить но я с словами а он мне как-то она она как-то мне подает ответы в виде жизненных событий да и вспомнилась в разговоре этом интересная тема читал что швеция преследует законом покупку секса но следует сутенеров и и преследует клиентов проститута и идея в этом то что скажем проститутка секса не хочет она хочет заработать деньги и и получается что как бы эта ситуация в этой ситуации она сексу в каком-то смысле принуждается ну и шведские законодатели видят в этом насилие над этим человеком что так как бы это не ее как бы идеальный выбор в идеале она бы просто взяла деньги и так сначала это звучало странно потом на так как бы увидел глубину в этом и а потом я сообразил что этот же принцип можно будет отнести и к наемному труду если если человек работает за деньги то более менее очевидно что он что это работа ему не нравится что он тут что он предпочел бы просто получить деньги а не работать получается что как бы такой тут есть элемент тонкого насилия и мы его не видим и не обсуждаем это много просто потому что сейчас экономические 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 условия пока что делают это этот вид насилия нужным для общества целесообразным для общества и потому мы к нему относимся спокойно но точно так как свое время спокойно мы относились к проституции как способу заработка а сейчас вот в швеции уже пришли к этому пониманию точно так придет время что и станет противозаконным платить деньги за работу и заставлять какого-то человека делать или ну ну да ну скажем так таким вот образом заставлять кого-то человека делать не то чтобы он сейчас сам хотел а вот что кто-то от него хочет но конечно сейчас еще общество до этого далеко но изобилие приближается изобилие сильно выросло за за время в моей жизни я думаю что приближается и это форма изобилия и я сам сам ощущаю это я вот уже какой-то сколько-то лет не могу работать за деньги а могу лишь делать то что мне нравится что мне хочется но у меня так сложилось что у меня это возможность есть я к ней стремился я к ней стремился и так сложилась моя жизнь что у меня отсутствовала потребность зарабатывать на жизнь или там для семьи для детей как-то так у меня сложилось свои плюсы свои минусы и я вот по себе ощущаю что я не могу работать за деньги там как-то знакомая одна там попросила помочь ей с там с книгой ее пообщаться с издателями по поводу договора а я как потому как у меня есть опыт литературного агента там предложил ей свои стандартные условия согласилась а потом смотрю что не мне сразу сразу становится скучно как бы взаимодействовать с ней формально вот так вот на основе договора ожидать выгоды от этого а мне приятно с ней взаимодействовать дружески как с человеком в общем я отказался от этого договора и от каких-то денег там по нему и помог ей бесплатно ну видимо это время приближается к нам вы готовы заниматься тем чем хотите знаете ли вы чем вы хотите заниматься это не так-то просто каждый день спрашивать у себя чем бы мне сейчас хотелось заняться ну и конечно это чем бы я хотел заняться в этих конкретных обстоятельствах если у меня сейчас нет денег для путешествий то я я в Японию тьму ехать не могу но мир вокруг существует и значит что-то есть чем бы я сейчас хотел хотел заняться я думаю что в этой связи важно давать детям больше свободы чтобы они занимались чем хотят чтобы они были вынуждены искать чем бы было им интересно сейчас заниматься не возить их с одной секции в другую а больше давать им выбора больше давать им выбора чтобы они учились ощущать воспринимать свои желания свои интересы потому что в мире будущего работники они потребуются нанимать работников станет преступлением и никто детям выросшим выросшим не скажет что делать сейчас мы ходим в офисы на предприятия и нам указывают что делать а в мире будущего этого этой формы насилия не будет придется самостоятельно соображать чего мы хотим ну и мы не будем все фрилансерами или наши дети не будут все фрилансерами индивидуалистами они будут работать и в коллективах но и в этих коллективах им придется самостоятельно решать что делать определять задачи этой группы этого сообщества определять цели так что надо готовиться заранее заранее кот этот со мной должен быть согласен он мастер в том что чтобы знать чего он сейчас хочет они они это умеют они это умеют с мастер с мастерами с будем учиться с мастерами готов и позволим нашим детям подготовиться к вызовам будущего мастерами мастерами мастерами